господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь сегодня мы начинаем насчитывать по просьбе очень многих людей толкование на апокалипсис итак приступили сегодня у нас четверг 18 октября 2013 года вот утром после утренней молитвы сейчас без 26 после утреннего моления мы начинаем это дело делать успеем сделать или нет во славу божию давай толкование на апокалипсис от автора когда слышатся слова апокалипсис апокалиптический погромче тоже то ужас ожидания чего-то жуткого и неотвратимого хватает человека взору апостола на острове в эгейском море открывается христом апокалипсис это откровение иисуса христа прошло 15 лет с тех пор как была написана последняя страница этого толкования безо всякой надежды на публикацию прошло время изменилось общество изменились и мы есть богословие книги приходящий к нам из профессорских кабинетов библиотек и аудиторий знаменитых школ есть богословие тех кто молится в монастырях и кельях подвязаться в виноческом благочестии есть слова и речи возглашаемые со святительских кафедр но есть и еще один вид благословия богословия советских времен когда идеологически и не только пресс безбожия подавлял все и вся когда недоступны были библиотеки и книги академии когда далеки и нечастые были монастыри когда-то оторвана была от людей наша отеческая православная наука однако несмотря ни на что сохранялись тогда среди людей не только вера и писались и книги безо всякой безо всякой какой-либо надежды что когда-то они будут изданы предлагаемая книга из тех времен написал ее молодой диакон по благословению своего духовного наставника Игнатия Лапкина обративший его в православие наставлявший его в святоотеческом разумении писания а также по благословению духовного отца своего праэтерея александра пивоварова написал ее в кызыле в центре азии в 1979 по 1982 годах в те годы она была начитана на магнитофонные ленты продолжительность звучания 24 часа и распространялась по многим городам бывшего советского союза эти кассеты тайно прослушивались жаждущими разумения слова божия изымались при обысках это будет первая публикация через 15 лет после создания если через это кому-то откроется христос если кому-то еще более полюбится откровение того кто возлюбил нас того кто есть и был и грядет и не хочет остаться сокрытым то главное произошло об авторе родился в 1954 году из семи немцев минонитов в православие обратился в 1977 году выпускник томского университета где затем трудился научным сотрудником кафедры теоретической физики сан дьякона рукоположен 1980 году во пресс-витера 1982 году кандидат богословских наук московской духовной академии сейчас добавим магистр магистр московской патриархии конечно в абакане теперь он служит хакасия там кажется константина и елена храм ныне благочины церкви енисейского округа красноярской епархии имеет пятерых детей ну когда он давал тогда был так а сейчас он другом месте очень очень большие книги у него выше там толкование на песню песня я считаю книга столетия труд громаднейший все и все отцы что сказали по этой книге он все собрал по схеме и просто ему дано это мне это не дано далее вступление на эту книгу существует много совершенно разноречивых толкований ее толкованием занимаются даже атеисты особое внимание уделяет сегодня есть сектанты различных течений строя зачастую на откровение само основание своего вероучения причина противоречивости разных толкований апокалипсиса состоит в том что человек пытается своим рассудком постичь богооткровенную истину откровение было открыто духом божиим поэтому им же только и может быть истолковано святой Иериней Леонский писал ибо где церковь там и дух божий и где дух божий там и церковь и всякая благодать а дух есть истина откровение дано церкви духом и духом же церковь дает толкование только толкование церкви может быть истинным в этой работе преследовались три цели. Первое. Изложить толкование на апокалипсис святых отцов православной церкви, просвещенных Духом Святым. Изложение это основывается на творениях святых. Папия Иеропольского, I-II век, Иустина, философа, 167 год, Иеринея Леонского, 202 год, Иепполита Римского, III век, Мефодия Потарского, 312 год, Кирилла Иерусалимского, 380 год, Ефрема Сирина, 373 год, Григория Богослова, 389 год, Иоанна Златоуста, 407 год, Андрея Кисарийского, V век, Иоанна Домыскина, 776 год и другие. Лучшим основанием является толкование святого Андрея архиепископа Кисарии Кападийской. Кападокийской. Кападокийской, да. Оно сравнительно кратко, но раскрывает самые ключевые моменты. Все остальные толкования можно фактически рассматривать как расширение и углубление его толкования. Его книга была взята за основу. Из позднейших толкований использована книга священника Энна Орлова «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова «Опыт толкования» 1904 года. Мысли святых отцов иногда непосредственно цитируются, большей же частью просто излагаются без приведения конкретных цитат. Иногда излагаются и наши рассуждения, которые, однако, не касаются ключевых моментов и являются только расшифровкой толкований отдельных текстов, большей частью назиданиями. Вторая цель – показать ложность некоторых толкований и учений, широко распространенных в сектанстве среди баптистов, менонитов, пересятников, адвентистов, свидетелей Иеговы. В основном это их ложные учения о семи периодах истории Церкви, о восхищении Церкви перед великой скорбием, о великой блуднице, под которую они дерзко понимают то самое святую апостольскую православную церковь, то римский святительский престол, то экуменическое движение, та же учение об антихристе, о тысячелетнем царстве Хелиазм, о страшном суде, о вещих муках. Третья цель – изложить некоторые мысли, вскрывающие смысл и причины исторических событий, различных религиозных и других явлений в свете Откровения. А та же духовно-нравственное назидание. Помоги нам всем Бог. Ну, это глава первая дальше? Да. Вот. Когда он у меня был, в моем доме он начал. Да, действительно, это была моя мысль, желание, и мне Бог это на сердце положил, что отец Геннадий, бывший Генрих Фаст, он именно может этим заняться. Первые книги я ему еще доставал. Это было в городе Барнауле, улица 2-я строительная, 62-16. Вот откуда начало идет ее. Это в моем доме было. В моем доме, в этом же доме он обратился, стал православным. Тут он руководил тогда молодежным кружком у баптистов. Пришли 7 человек, и мы закончили где-то в 5 утра беседу. В 5 утра. Из семерых двое остались. Вторая это Лидия, его Трофима, кажется, и его жена-матушка. Вот он стал писать. Писал, конечно, 3 года. И когда уже пришел материал, в одном экземпляре, вот сущее, это то, что из апокалипсиса, из Библии-то. А дальше толкование он писал обыкновенной ручкой. А это красным. Значит, насчитывать надо на два голоса. Кто будет читать то, что сущее, а кто будет читать толкование? Вопрос сразу встал. Надо найти подходящий где-то. Был человек в то время у нас, обратился, потом он стал диаконом Михаил Буряков. И стал даже зятем у меня, на моей сестре Ирине, женатой. Он приезжал из Москвы сюда, диссертацию, там материал готовил. Да, получилось так, что остался навсегда. Вот. Мы насчитали. Насчитывать надо было на магнитофон. В это время был магнитофон, на которых я раскручивал. Это где-то их у меня 15 было. Тон-студия. Маяк 205. Скорость была у него 19, 3-я, 4,7. Там вторая скорость у нее 7,4, кажется, и 19. И сильно помогал. Мне звали Алексей Речкунов, он на самом деле Леонид Ильич. Вот, а Божьей милостью, был мастер в этих делах. И он сделал так, что одной кнопкой срывались мои все магнитопоны. И писали перепиристки, когда был бы оригинал, на этой скорости 19, на двух дорожках одновременно в одном направлении и в другом. А прослушивалось по одной дорожке, четырехдорожечной, 4,7. Вот, большие были пленки тогда, такие на 525 метров. Ну, тогда-то были эти катушки. А нас 12 часов. 8 часов 5 минут вот эти на 375 метров. Ну, и меньше были, которые, я там уже по 4, по 6 часов буду. И вот, это на три катушки нам пришлось записать. Первый вопрос был, записывать здесь или как, где? Потому что я был под постоянным присмотром. Кто от меня выезжал, ночью машины все время оставили, то под видом скорой помощи, то какая-то машина, там, мусорка приехала. Ну, я видел, кто. Люди уходили от меня, и у всех был обыск дорогой. Под разными предлогами. Ну, в этот вечер мы решили проверить еще. Дело было к 12, мы порассуждали. Считать, если, значит, мы займем несколько дней. Эта книга, то есть, рухопись отца Геннадия пришла, и могут захватить, и она исчезнет, и трехлетний труд пропадет. Я не думаю, что у него там несколько копий-то было. Может быть, одна, черновики. Ну, а так она и будет в одном экземпляре. Если написать и быстренько растиражировать, мы распростравим и сделаем ее неуязвимой. Вот я все помню. У меня был такой порядок. Ровно в 12 ночи мы выходили на улицу, и половички хлопали. Вся комната моя 12,8 квадратных метров. А там народу было всегда. Ну, полное. Так что боком проходили возле стола, на кроватях сидели, как это, скамейки. Вообще ни одного стула у меня, кажется, не было. Там положить негде этот стул, поставить негде было. И вот время подошло. 12. Мы вышли похлопать и решили посмотреть, все-таки следят или не следят ночью. Начинать там считать или нет-то. А там дальше деревья. Вдруг среди деревьев, а это околожелезной дороги, ну, это барачечного типа, барак. Одна из квартир такая. Вот. Сейчас они под сносом готовят их. Я вижу, свет мелькнул. Ага. Это значит, там прожектора на железной дороге стоят, и они сюда светят, через ветки попадают. И когда он выходил, человек, он повернул, и тогда она от свет дала. Я говорю, следят. Они открыли дверку сразу. Они увидели, что мы вышли. Я говорю, давай быстро перейдем на ту сторону улицу, а там кусты, и мы сядем в кусты, посмотрим, что будет дальше. Мы быстро перешли и сели на корточки. В это время сразу выскочил несколько человек, и одни побежали там, где машина стоит. Она была там, где рядом магазин у нас. А другие побежали сразу на линию, и вдоль линии, на перехват где-то. А мы сидим. Идти теперь, видно, что один там в машине, он за нами смотрит. Но они не видят, где тут от барака, от другого падает тень. Вот напал на меня страх. Какой страх, не знаю. И я сижу, у меня прям колотит вот так вот весь. Дрожу. А теплый был вечер. Ну, просто парное молоко в воде. Вот сижу у меня до того, что зубы стучат. И вот они там, видимо, пробежали, между собой сомкнулись. Но они доучатся этому-то. И, видимо, увидели, что нигде нет. И теперь идут внимательно. Так, в кусты смотрят-то. Ну, и проходят. А мы-то что-то никуда. Мы сидим прямо около дороги, но кусты-то рядом. И они на нас глянули, не затормозили. Пошли дальше. Но вернулись мы. Только они прошли, у меня страх прошел, и ничего нету. Зашли опять. Давай помолимся еще раз. Что делать? Вынести теперь уже невозможно. А они перехватят. Давайте считать. И стали мы его начитывать на пленке. Это две пленки по 375 метров. Каждая 8 часов 20 минут. Ну и считать 24, почти 25 часов. Прослушивать. Но тогда-то не было комментариев никаких от буквы в букву. В дальнейшем старое и новое, журнал, он издает в Красноярске, там она будет напечатана, то, что вот я сейчас Геннадий дал. И когда я решил теперь уже издать вот в третьем томе, вот этот трехтомник Нового Завета, ну и сообщил в эту редакцию тому, как они разобиделись. А хорошие отношения были. Мы готовим только отдельно книгу издавать, а вы перехватываете. Это не по совести. Вы не имеете права. Я тогда ответил им. Я имею право. Уже прошло 10 лет, как я распространяю. Уже всю страну заполнил. Но только это было на катушках. А теперь я издаю трехтомник полный. Блаженный Афиопилакто, он всегда доходил до откровения, останавливался. И прилагаю откровение. Ну я написал уже отцу Геннадию, говорю. И он сказал два условия. Первое. Чтобы было благословение епископа на издание. Потому что они-то еще не издавали. И второе. Чтобы указали, что он уже опубликован этот труд в журнале «Новое и старое». Ничего не стоит. Я тут же сразу выхожу на епископа, звоню ему, письмо пишу, епископ Евтихий Курочкин. Он дает благословение. Я отцу Геннадию отвечаю. Вопрос снятый. А это, я говорю, я укажу. Укажу. Это будет. Новое и старое. В издании, которое было, что оно впервые там было напечатано. Она там перепечатает. Это уже переизданное. Тут может какие-то изменения. Вот так появился этот труд уже в печатном виде. Дальше. Откровение. Первая глава. Первый стих. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он нас через ангела своего, рабу своему, Иоанну. Толкование блаженного... Ой. Толкование? Это... Это... Ну, это... Толкование всех святых отцов. Так было бы... Толкование просто, да. Всех святых отцов Вселенской Церкви. Откровение, или апокалипсис, это есть откровение сокрытых тайн Божьей о Церкви Христовой. В нем вся жизнь в Церкви от ее создания Христом до кончины века, а та же жизнь будущего века. Откровение это то, что раньше было тайной, было сокрыто от людей, а теперь открыто, как откровение Иисуса Христа. Как все Писание христоцентрично, так и здесь в центре Иисус Христос. Но открывается он нам здесь в несколько ином плане, чем в Евангелии и Деянии Апостолов. Если там Христос прежде всего Сын Божий и Сын Человеческий, Спаситель, Глава Церкви, то здесь Иисус Христос грядущий, Иисус Вседержитель, Иисус Судья. Отец открыл это Сыну, и Сын открывает людям, чтобы показать рабам Своим, не всему миру, а только рабам Своим, только с Своей Святой Церкви Христос открывает грядущие судьбы. Книга повествует о належащем быть в будущем, а поскольку многое, о чем здесь говорится, случилось довольно быстро, то здесь сказано и о том, чему належит быть вскоре, после того, как апостолу Яну дано было откровение. Кроме того, пророческому взору и отдаленно предстает, как близкое, скоро совершающееся. Да и что такое далекое по времени в сравнении с вечностью? Если здесь сказано, что будет повествоваться о том, чему надлежит быть, то это не значит, что будут описываться события только будущего. Так в Откровении 1 глава 19 стих Сам Господь и поясняет, что здесь описано, что Ты видел, и что есть, и что будет после всего. И это Откровение посылается через Ангела, то есть Откровение, тайн в Апокалипсисе. В основном даются все через Ангелов. И мы увидим, как Иоанна будут водить Ангелы, с ним беседовать, как они будут показывать видения, и сами же будут их истолковывать. Все? Все. Комментарии здесь. Мы когда, я отцу Геннадию сказал, позвонил, что мы, я даю комментарии на блаженном фопилах-то где-то. Он говорит, а как тут? Я комментирую, мои комментарии вы будете комментировать. Ну, я посмотрел, ладно тогда, не стал здесь. Ни одного комментария моего нету. Я теперь только в устном виде буду немножко прояснять, как это относится к сегодняшнему времени. Моя задача только в одном состоит, показать, что Слово Божие живо и действенно, и оно касается сегодняшнего времени и касается конкретно слушателя. Вот только в этом мои комментарии-то. Тут в печатном виде моих комментариев ни одного нету. Вот отец Геннадий сделал замещание. Это 340 страниц книга. Вот оно все здесь есть. Ну и раз нет, нет, значит, пока считай. Дальше какие будут такие мысли есть. Я немножко поясню, как это проявляется сегодня, конкретно. Уже личный опыт как бы приложу, что это действительно так. Откровение 1 глава, 2 стих, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что Он видел. Толкование. Апостол Иоанн до успения Пресвятой Девы Марии находился с ней в Иерусалиме. К этому времени другими апостолами была оглашена уже большая часть Римской империи. После успения Богородицы апостол Иоанн по выпавшему ему жеребию направился в Эфес и другие малазийские города для проповеди Евангелия. Взяв с собой своего ученика Прохора, к тому времени уже были гонения на христиан. Апостол Иоанна схватили и судили в Риме. За исповедание веры в Господа Иисуса Христа он был приговорен к смерти. Но Господь сохранил своего избранника. Апостол выпил предложенному чашу со смертельным ядом и остался живым. Затем вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в который был брошен под приказанием учителей. После этого апостол Иоанна сослали в заточение на остров Патмос в Игейском море близ Малой Азии. По пути следования к месту ссылки Иоанн совершал много чудес. На острове Патмос проповедь сопровождающаяся чудесами привлекла к нему всех жителей острова, которых апостол просветил светом Евангелия. Как-то он удалился со своим учеником Прохоров на пустынную гору, где наложил на себя трехдневный пост. Во время молитвы апостола гора заколебалась, загремел гром. Прохоров в страхе упал на землю. Иоанн поднял его и приказал записать то, что он будет говорить. Так был написан апокалипсис. Свои дивные откровения Господь дает своим верным свидетелям. Кто не свидетельствует о Боге, тому и Бог не свидетельствует о тайнах будущего. Иоанн пишет, что свидетельствовал о том, что он видел. Не вымыслы, но что сам действительно видел, о том и свидетельствует. Далее. Откровение 1 глава, 3 стих. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близкое. Толкование. Блажен читающий и слушающий один читает, многие слушают. Особенно часто будет в откровении, как в других книгах священописания о слушании. Священные книги хранились в церквах при кафедрах, где они и читались. Народ же в основном получал божественные видения через слушание. Поэтому и сказано, блажен читающий и слушающий. И в наше время блажен читающий и слушающий слова пророчества сего апокалипсиса. Многие говорят, а мы там ничего не понимаем. Но Господь говорит, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, что прочитано должно быть и исполнено. А то у многих есть стремление к постижению таинственного, но нет исполнения в жизни заповедей Божьих. Ибо время близко. Если так пишет апостол Иоанн уже тогда, в конце первого века, то насколько это время близко теперь, по окончании второго тысячелетия. И оно действительно близко, ибо мы видим, что многие знамения пришествия Господня уже совершились и совершаются. Близко время великого и страшного суда. Поэтому в наше время особенно сильно звучат эти слова пророка. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Скоро может быть и нам всем надлежит пройти через великую скобь и встретить славное пришествие Христова. Да. Откровение 1 глава 4 стих Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его. Толкование. Это приветствие. Иоанн вначале представляет себя автора этой книги. То были семь церквей общин, находящихся в Малой Азии. Далее они будут перечислены. Им и был адресован апокалипсис Иоанна Богослова. Однако мы увидим, что этими семью церквями обозначается вся полнота Вселенской Церкви. Семь это число Божественной полноты. Так что послание семи церквям является посланием всей Христовой Церкви. Благодать вам и мир не спосылает он этим церквям свое апостольское благословение. Но благодать и мир не от него, апостола, исходят, а от того, который есть и был и грядет. Это Бог, Отец, вечно сущий, безначальный и грядущий. И от семи духов, находящие перед престолом Его, Бога Отца. Семь духов это полнота Духа Святого, семь числов полноты. Пророк Исаия, 11 глава с 1 по 30 стих, перечисляет семь даров Духа Святого. Церковь содержит семь таинств, в которых действует благодать Духа Святого. Притча 9.1 Семь духов полнота Духа, а не часть не немного. Дух Святой вообще в Апокалипсисе часто будет изображаться в виде семи духов, семи огненных горящих факелов. О семи Духах сказано, что они находятся перед престолом Отца. Это то, что в символе веры мы исповедуем и в Духа Святого, и же от Отца Нисходящего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. Дальше? Да, дальше. Откровение 1 глава, 5 стих. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившего нас и омывши у нас от грехов наших кровью Своею. Толкование. Апостол Иоанн преподает семи церквям благословение от всей Пресвятой Живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Далее, о Христе, который есть свидетель верный, проповедуя, он верно свидетельствовал перед людьми. Верным свидетелем Христос оказался и перед Понтием Пилатом, и перед распинающей его толпой иудеев. Первенец из мертвых бывший распят он воскрес. Его воскресение было первым. Возникает вопрос, разве не воскрешали людей пророки Илья и Елисей, да и сам Господь еще при жизни воскрешал мертвых. Тут были, строго говоря, не воскрешения, а оживления. Отроки, возвращенные пророками к жизни, сын Найанской вдовы Лазарь, все не оживая, возвращались в прежнее тленное сестло. Оживали, чтобы через некоторое время снова умереть, как и все остальные. Они еще ждут дня своего воскресения. И время 11 глава с 39 по 40 стих. Воскресение человека это не возвращение души умершего в свое тленное смертное тело, а превращение самого умершего тела в новое, нетленное и бессмертное. И соединение этого воскресшего тела с душой умершего, то есть переход от ветхого тела к новому. Христов же, приняв истинно человеческое тело, хотя и безгрешное, претерпел истинную смерть и истинное воскресение. Его причистое тело умерло и было положено во гроб. Душа его сошла в ад, вместо душ умерших. На третий день душа его соединилась с телом, и он боголепно воскрес. Этот догмат ясно выражен в словах Геякона при совершении имхождения престола по окончании проскомидии. Во гробе плотью, во оде же душою, как бог, в раю же с разбойником и на престоле был, Христос с отцом и духом, все исполняешь неописанный. Цари земные часто думают, что они сами господствуют над землей, совершенно забывая, что есть и над ними владыка, который ими управляет, он есть Господь Сидержитель, владыка царей земных. Господь возлюбил нас вечной любовью, нас, преданных проклятию, заслужившую только гиену огненную. Он возлюбил и от грехов омыл нас кровью своей. Это Голгофа. Здесь закалывается здесь закалывается в кровавую жертву за наши грехи небесный ангнец. Здесь баня, омывающая весь мир. Апокалипсис вообще часто представляет Христа в виде ангца, закланного за грехи мира, и указывает на великую и страшную жертву Христа. Вот я как раз здесь открываю, потом мы покажем это поближе, чтобы было видно. Вот это предисловие к третьему тому. Написано по благословению Преосвященного Евтихия епископа Ишимского и Сибирска. Потом он стал векарным епископом патриарха Кирилла Домодедовским. Сейчас он на покое. Вот. И предисловие такое. Читателям предлагается третья книга оттолкования Нового Завета, составленная блаженным Феопилактом в 11 веке на основании творений Яна Златоуста и иных святых отцов Православной Церкви, живших ранее. Читая эту книгу, вы обнаружите, что блаженный Феопилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания и обязательности проповедей для всех христиан и пастырей и мирян. Так что, если бы не указывать авторы этой книги, благочестивые православные наверняка бы заявили, что это пишет Баптист или другой сектант. В связи с этим к словам о Библии и проповеди добавлены комментарии о современном положении в православной церкви и уклонении ее от святоотеческого пути. это не толкование, я даю только комментарии, 297 комментариев на три книги. Приводится также толкование на откровение Иоанна Богослова, составленное протоиереем Геннадием Фастом в 1980-х годах на основе всех известных святоотеческих трудов с учетом и опровержением многочисленных сектантских толкований. Текст этого толкования отсканирован из журнала Новое и Старое. Вот это я выполнил, то, что было поставлено. Все тексты священного писания даются только на русском языке. Тексты Нового Завета расставлены в соответствии современной традиции, разделенной на стихи с указанием их нумерации. Глава от стиха отделяется двоеточием, это очень важно. Следующий стих через запятую, а если пятый и десятый стих подряд все считать, то между ними стоит тире. Это православные вообще этого не знают. Электронная версия книги www.kristiny1.narod.ru Я сейчас даже покажу, где это находится. Вот, во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот слово православный и библейский. Или православный, или библейский. Как это? Православный и библейский. Библейский значит сектантский, а православный это наше родное. Но что православные и библейские мне сразу стали заявлять несогласия. Я вчера зарядил в гугл православные и библейские нету нигде, кроме нашего, указывать на наш сайт. Забоите все, просто зарядите православный и библейский сайт. Все, сразу выведет на нас. Мы единственные в гугле даже, в мировой сети. А почему вы решили так? Потому что так это и есть. На основании святых отцов, но предпочтение отдано единственной книге Святой Библии. Вот она здесь. И так далее. Откровение 1 глава 6 стих. И соделавши у нас царями и священниками Богу и Отцу своему. Слава держава во веки веков. Аминь. Толкование. Это дивное чудо совершил Господь, умерев за нас на кресте, омыв нас в бане крещения крови своей. Он уже садил у нас христиан царями и священниками Богу и Отцу своему. Об этом же пишет и апостол Петр, называя нас родом избранным царственным священством. 1 Петра 2 глава 9 стих. Что же это за царство и что за священство? Еще ветхозаветному народу израильскому было сказано «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Исход 19-6 Но это было еще только тенью того, что есть теперь на деле. Над чем царствуем? Христос на кресте сковал сатану, князя века сего, и основал свое духовное царство, церковь. Святой Иоанн Притечи и Господь, начиная проповедовать, говорили, начиная проповедовать, говорили, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Приблизилось, ибо осталось всего три с половиной года, и вот Голгофа крест. Царство это пришло. Теперь все омывающиеся от грехов крови Христовой помазываются Духом Святым в таинстве миропомазания на царство. На царство духовное, которое внутри нас есть. Луки 17-й глава 21-й стих. Христос сковал сатану, и христиане царствуют над грехом, демонами и сатаной. Крестом как страшным орудием поражают нечистую силу. И священниками через святое миропомазание каждый христианин становится теперь священником Богу Всевышнему, получает благодать Всесвятого Духа и способен священнодействовать Богу. В чем священнодействие христиан? Жертва Богу Дух сокрушен. Псалом 50-й 19-й стих. Приносите жертву правды. Псалом 4-й 6-й Как жертву возносит христианин Богу молитву за себя и за всех людей. Как приятный Богу Фимиам возносится молитву святых перед небесным жертвенником. Откровение 8-я глава 3-й 4-й стих. 5-й 6-й 6-й 7-й 7-й 8-й 7-й Богу. Евреям 13 глава с 15 по 16 стих. Как священник, каждый христианин призван также и на служение Богу. Как пишет апостол Павел Фессалоникийцем, вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцем 1 глава 9 стих. Каждый христианин призван служить Богу теми дарами, которые ему даны в рождении его и в святом миропомазании. Это служение благовестия, наставления, утешения, взаимопомощи, обличения или даже пророческое служение. Больных исцеления, чудотворения. 1 Коринфянам 12 глава. Это всеобщее священство и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Не надо путать с тем особым священнослужением, которое Бог учреждал и в Ветхом Завете, а в Ронова священство, и в Новом Завете апостольское священство. Это, как говорит Павел, служители Христов и домостроители тайн Божьих. 1 Коринфянам 4 глава 1 стих. Их особое служение состоит в управлении Домом Божьим, Церковью, через наставничество и тайнодействие, совершение святых тайнств. На это служение подается особая благодать через таинство рукоположения, идущее непрерывно от апостолов. Тайнодействовать может только рукоположенный священник. 1 Тимофеев 4 глава 14 стих. Служить же Богу, как царь и священник, призван каждый христианин, помазанный Духом Святым. 1 Фессаллокийцам 1 глава 9 стих. Как наряду со всеобщим священством, есть священство особое, иерархическое, так и наряду всеобщей царственностью христиан есть царство особое. В христианских государствах цари помазывались епископами на царство, через вторичное помазание святым миром. И Богу, который через Сына Своего вырвал нас из царства сатаны, омыл от грехов, возвел дивное состояние царей и священников. Слава и держава во веки веков. Аминь. Славословие, которое каждодневно возносит Святая Церковь в Престолу Божию. Во веки веков означает вечно. Аминь по-еврейски. Истина, да будет так. Произошло от слова Аман. Утверждать. Вот, я не закончил немного дальше. Вот, когда мы зашли, помолились, это уже первый час ночи был, ну что будем делать? В одном экземпляре это очень опасно. И решили записывать. Ну раз записывать, значит, когда записывать? Решили сначала отдохнуть. Голос должен быть свежий. Читали на два голоса. Значит, брат Михаил считает сущие, то есть, то, что непосредственно из Библии, первый, второй стих, третий и так далее. Я читаю толкование. Потом еще, кажется, кто-то немного помогал. Вот. Насколько это было удачно, неудачно, это уже, ну старались мы. Мы записали. Как сейчас помню, устали ужасно. Это мы потратили три дня, трое суток. Через три дня у нас экземпляр был. Записывали на четырехдорожечный магнитофон. У него одна скорость была, Романтик 304. Он даже на батарейках работал. И, кажется, еще я контрольный ставил на Маяк 205. Это самый современный был, мощнейший магнитофон. потом мы на него покажем. Он стоил в то время 320 рублей. А у меня на работе был сторожем 72 рубля. Чтобы один заработать, я сколько должен в месяцах не пить и не есть? 324, ну понятно, 4,7. 5 месяцев. 5. Но я-то купил магнитофонов не 5, а 15. Это сколько же было здесь? Это все скрывалось, пряталось, но мы решили тогда, как только насчитали, все, я эти магнитофоны вставляю, они одной кнопкой снимаются, сразу 10 экземпляров. Вот я сейчас посмотрел, примерно мы в день могли свободно сделать, это 3 катушки, и это общее продолжительное звучание трех катушек 25 часов, даже не 24-то. Я сделал, это моя студия, Тонстудия, тут я уже один был, его отпускаю и начинаю работать. 7 экземпляров, 7, но если это мы 7 сделали, значит, дальше у нас дело пойдет. Когда я сделал 7, 7, 3, 21, 200, 10, ну, посмотрели мы, тысячу экземпляров было сделано, к примеру сказать. Разносить стали так, где-то затолкать, и особенно свои должны были, а к своим, в городе которые, должны были приходить приезжие, не у меня. и тогда связь обрывалась и их уже не обыскивали. Ну, и вот таким образом мы сумели его распространить, но потом, когда меня судили, это было в 80-м году, в 86-м, этот труд там был показан, у людей изъяли эти катушки, но в обвинении, вот конкретно по нему не было, а они не знали за что бы ухватиться. Ну, там были такие, что указывали на сегодняшнее время, но Господь миловал, то есть инкриминирован этот труд не был мне, и по милости Божией, вот, получилось так, что этот труд стал известен. Вот, мы выполнили два условия, это в предисловии на первой стороне, видите, вот это Новый Завет, как раз третий, и вот здесь надо вплотную возьми его, поднеси сюда, чтобы не трясти, покажем людям, потому что это очень важно, это лучшее толкование, какое существует, я знаю почти все толкования современные и прошлые, я слишком много потратил времени, три года занимался только откровением и канонами церкви, вот она где, третий, вот он как выглядит, подарочный, это трехтомик, вот он вяжет, два тома, а теперь покажи вот это вот, вот, это первая страница, вот она как выглядит, это второе издание наше, второе издание, вот, и теперь, вот весь текст, до сих пор его показать, так что, я считаю, этот труд отца Геннадия Фаста, бессмертный труд, она отдельно вышла, по благословению, кажется, Антония, тогдашнего красноярского епископа, вот, это трясу еще, в руках-то я его трясу, задержать надо, чтобы люди увидели, что-то действительное, я выполнил эти условия, два условия были, ну, и опять, те, которые издавали, они потом издали, но издали они отдельной книгой, это, конечно, здорово, но у меня получилось, я считаю, более долговечный, весь Новый Завет, и поэтому, вот только что проснулся ночью, и уже заказ из нескольких сторон, вот этот трехтомник, это у нас, ну, бывает, когда штурмуют, когда город это было, и даже при Чингисхане, другие, то там они били бревнами, вот она начинается, откуда первая, это страница третьего тома, 314-я, и до конца, а страница 752, в каждой книге, вот толкование на апокалипсис, как оно выглядит, вот, мы, это книги все сшитые, на обсетной бумаге, и 230 иллюстраций, Гюстава Доре, здесь, и вот она, видите, раскрасили их мы, это уже, картинки относятся к откровению, гравюры Гюстава Доре, вот они, как выглядят, ну, тут от цвета, оно не так видно, вот она где, это последняя, последняя, показать даже, но откровение, все-таки у него, у Гюстава Доре были картины, вот, гравюры, это Ян пишет, видите, вот показали, что он молодой, пишет, тут не так, он бритый, может быть, думает, он был старец в это время, но тут они по-своему, но тут они по-своему, так что, вот, трехтомник, видите, он как, с закладками, как он издан, в горно-алтайской, типографии, да, это нужно показать, я сейчас покажу, где издавались эти книги, вот, если можно, просто отпечатать, а кто будет смотреть, он остановит, и это увидит дальше, хотя бы один раз отпечатать, вот, посмотри, где она изданная, как, так, чтобы все вошло, я сейчас перелесну, так, достаточно, кто участвовал, что, как, так, я сейчас перелесну листик, вот, вот это тоже нужно будет показать, объявление, хоть немножко, крупно прочитать, это, на каждой, в каждой книге, вот, я такое что-то трясу, руки трясутся, у нас вышло из печати 38 книг, я сейчас покажу, какое у нас сокровище, есть в интернете, вот, вот это издание, подарено, патриарху Кириллу, Путину Владимиру Владимировичу, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, вот, ну, я подарил их, в 444 библиотеки страны, ближнего и дальнего зарубежья, подарил, стоимость вот этого, 2000 рублей на сегодняшний день, а сегодняшний день, это, сейчас я гляну, кажется, 18 уже, 17 октября, 17 октября, 2013 года, вот, это, для заграничных, это 75 евро, книги мои намного дешевле, полтора раза, в два раза дешевле, вот, подарены здесь, всем почти священникам, Алтайской епархии, подарены, подарены, вот, и где нас не пропускали на таможне, на таможне везде, там, взятка, карается до 12 лет, взятка везде, и, что во взятку не входит, ни подарки, ничего нельзя принимать, взятка, только книги не входят, если кто не знает, это важно, и тогда, у нас как-то задерживают, из-за чего-то придирается, ну, можно пройти, тогда я беру, иду к начальнику, и вот это дарю, я говорю, это за взятку не считается, ну, за нами следят везде, ну, ладно, отойдите так, чтобы под крышку не видно было, там, видеонаблюдение, я ему даю, ну, надо, чтобы другие не видели, если они откроют, они забыли про нас, они сразу сбились, кучи там, эти работники, я говорю, меня-то отпустите, открывайте двери-то, нам ехать дальше надо-то, мы едем, допустим, в Украину, Белоруссию, Молдавию, дальше зашли в Польшу, Германию, нынче проехали, Австрию, там, Бенгрию, Румыния, Чехия, Словакия, Сербия, пошли мы дальше, теперь у нас задание пройти до, в следующем, в 14-м году, через Грецию, пройти до Италии, и дальше Франция, Португалия, зайти в Англию, пройти все 4 страны скандинавские, через Данию, Шведы, Финляндия, Норвегия, а потом через Балтийское море, и пройти Литва, Латвия, Эстония, и начать трудиться по северу, и вот это у меня, как таран, который пробивает двери, с чего я начал где-то, дал, и все, начинает привязываться к собаке, а собака, она с нами охраняет, восточноевропейская овчарка, Ураган, он поехал, знаменитая собака, чемпион Сибири, а вернулись, на первом же соревновании, он стал чемпионом России, но это чего-то стоит, вот, и не пропускает, у нас справки, он за ЧП, он прививки, все есть, ну, вот тормозят и все, поэтому я везде беру, беру дополнительное, везде я дарю по 38 книг наших, там открытым оком 30 томов, а это отдельно побольше, 3 тома подарил, и тогда эти уже вперед сообщают, там пропустите их, пропускайте, там книги везут они, это, там вреда никакого нет, ни автоматы, ни взрывчатка там, ну и мы проходили, вот подарены это, эти книги нынче были, у меня в благодарности, выставлены на Майл.ру, Александру Лужко-Кшетшенко, президенту Белоруссии, Рамзану Кадырову, но теперь называется, как не президент, а глава, глава Чеченской Республики, вот, и отовсюду пришли благодарности, вот мы показываем, вот наш сайт, в Осетии Библии, православный белийский сайт, вот, как он выглядит, 3W, Кистине 1, точка, народ.ru, вот, если вот здесь не тут православный форум, Игнатия Лапкина, ткнуть, то сразу перейдешь на форум, вот он, православный форум, Игнатия Лапкина, 1400 тем, тут тысяча роликов, вот, кроме того, Господь благословил нас нынче, вот это у нас есть, вот, живой журнал, тут немножко мы еще сейчас покажем, что у нас открылся канал в Ютубе, канал, о, Господь сделал как, вот он, православный видеоканал, это почти тысяча роликов наших, выставляет их сейчас, вот оно где, вот вступление, я тут даю, вот оно, мир всем приходящим на наш канал в Ютуб, содержание материалов, которые здесь находятся, посвящено одному, чтобы человек узнал, кто он такой, и как избрать лучший путь, и спасти душу своей до вечности, то есть все делается по Святой Библии, во Свете Библии, вот, оставляю, так, мы сюда приглашаем людей, кроме того, у нас открытый, живой журнал, Игнатий Лапкин, живой журнал, ну и тут много, ну я считаю, что это все мертвая зона, а вот это самая большая у нас активность, на Mail.ru, мой мир, тоже, Игнатий Лапкин, зарядите, там две страницы, одна контрольная идет, я с голубем, а другая вот здесь вот, тоже, вот, фотографии около 4 тысяч, и видео, ну видео тут показано, тысячу, 100 с чем-то, тысячу 100 роликов, притом больших, наши занятия, миссионерская работа, с нуля строим православную деревню, и там может поселиться, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует, вот, слово сказать, минутку сейчас покажу, вот вчера пришло письмо, письмо, это непростое письмо, мы нам дали знать, вот этот потоп-то был, там, в этих, Хабаровский край, Преамуре, Еврейская автономная область, и вот пришел ответ, мы сначала написали все районы, а потом написали и, на Путина, видимо, кто-то написал наш это, а оттуда разослали, вот сюда, в Алтайский край, а отсюда уже запрос сделали туда, и вот тамошние уже отвечают, тамошние правители, что интересно, наше приглашение, ну не приглашение, как сказать, а квиток, его где-то здесь я не вижу, где есть или нет, потом надо будет показать, вот, и вот их ответ, Министерство строительства Хабаровского края, вот все их телефоны, уважаемый Игнатий Тихонович, о рассмотрении обращения, сообщаем вам, что ваше обращение, поступившее через отдел по работе с обращениями граждан аппарата правительства Российской Федерации, рассмотрено и разослано в органы местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края, пострадавших от паводков, в августе-сентябре 2013 года, с уважением, вот, Попов, но мы еще писали-то и туда, тоже отослали при Амуре, еврейской, где там было, уже звонок был, сколько человек можете принять, мы сказали, 70-80 можем принять, а живут-то там в 8 домах всего, но дома есть уже построены, и кто на квартиру мог упустить до весны, а весной начать строиться, заранее, ну все это есть, но это мы молимся, чтобы были люди соответствующие, любящие Слово Божие, были молодые, с детьми, условия поставлены какие, может никого и не будет, Господь усмотрит, как ему угодно, и они сами вот распространяют, то, что у нас написано, ищем истинных старатников, прошло 22 года, как мы начали с нуля, восстанавливать наш родной поселок Потеряевка, устав в деревне гласит, что строим православное поселение на христианских, православных, благочестивых, старинных русских обычаях, это они перепечатывали, тут ошибку сделали, вместо что-то, право на поселение может получить только тот, кто не лжет, не курит, не пьет спиртное, не сквернословит, не ворует, живет по-христиански, начинали с палатки, получен статус, теперь есть электричество, шрам, школа, девятилетка, филиал, земля, техника, дома, живут от подсобного животноводческого хозяйства, от огорода, от города Барнаула 150 километров в сторону Кулунды, от сельсовета Корщина 15 километров, от железнодорожного разъезда под Степной 4 километра, вокруг березовой колки, можно держать домашний скот, птиц, пчел, в деревне есть священник, учителя, фермеры, электрик и другие специалисты, рядом действует православный лагерь Стан, уже 41 год, есть уже построенные дома для продажи, желательно, чтобы люди были семейные, молодые и с детьми, у вас стихийные бедствия, у нас же тишина, равнина и зима не страшит, за более подробную информацию обращайтесь по контактным телефонам, без разрешения ни в коем случае не приезжать, категорически запрещено, контакт, 656 056 Алтайский край, город Барнаул 56, улица Ползунова, дом 6, вот где мы сейчас находимся, Лапкин и Т, телефон в Барнауле, 8 385 2 24 38 46 62 81 37, Лапкин Игнатий Тихонович, мобильный, 8 961 230 70 60, староста поселка Потеряевка, Барабаш Игорь Александрович, 8 38 583 29 381, сотовый телефон, 8 905 924 96 98, звоните, и да благословит вас Господь Бог, ну тут код свой, это они перепечатали там, приглашение на постоянное, приглашаем на постоянное место жительства, ну и вот, они все наше перекопировали, и притом, просим распространить данное приглашение на постоянное место жительства, среди жителей пострадавших регионов, проигонов, от стихийных бедствий, наводнений и пожаров, это в лист, это все, вот, и здесь еще, и даже наша визитка, вот она отдельно как, ну это вообще, я хочу сказать, что вот мы, когда где-то пишем, в мирские власти, сейчас я покажу даже, это, квиток-то какой-то, мне охота сразу показать, почему-то у меня с собой-то не оказалось его, даже удивительно, вот, то ответы от мирских властей поступают, вот конкретно, мне уже ответ, наверное, седьмой поступил, но когда пишу я в епархию, пишу, а, вот они у меня, под другим карманом, пишу в патриархию, за 50 лет, уже, наверное, ни одна сотня туда было послано, ни одного ответа нет, ни одного, если я обратился 52 раза в краевой администрации, 52 ответа, в прокуратуру 30 раз, 30 ответов, здесь нет, это тоже есть над чем задуматься, вот наши визитки какие, все здесь данные, это батюшка-отец Аким крестит, ну, взято как за фон, такой, пожалуйста, ну, вот все, наши данные, показать здесь, что у нас есть, пройди вперед, вен это уже много будет, два кармана, я сбился, вот тут мы работаем, это наш, как сказать, рабочий стол, все здесь есть, все для благочестия, вот у меня, своего-то ничего нет, даже вот у меня слабенький мобильный телефон, звонить, я не звоню, только сигнал дам, и на него мне отвечают, он мне подаренный был, у меня денег нету, ничего нету, совершенно, компьютер мне братья купили, принтер тоже братья купили, телефон тоже, у меня это, интернет оплачивает, тут один благодетель есть, у меня нет ничего, все, что здесь есть, это не мое, мое это то достояние, которое дал мне Господь, веру, я обратился к Богу, 27 сентября 1962 года, среди пятидесятников баптистов, там я услышал Евангелие, никогда им я не был баптистом или кем, там получил я Библию, и там я покаялся, когда работал на корабле, учился в высшем мореходном училище, и вот, считаю бескомпромиссно, прошел пятьдесят с лишним лет, так Господь благословил, ну и вот, теперь что у нас есть, мы делимся со всеми, даем, чтобы люди могли познать волю Божию, все, пока, отошел. Вот оно как, вот это самое главное, вот, показать, и вот самое главное здесь, 4124 ответа по темам, вот это все можно, можно ты здесь у нас насчитай на мной, златоуст, 12 томов, аудио, 12 томов, жития святых, 5 томов, добротолюбие, Библия, архипелагу, ну 50 книг, это могут насчитать и лучше даже, но пока нету этого нигде, на вот это, разбито на 55 папок, то вот это вот чего-то стоит, вот священство, семья, допустим, священство, 46-й пункт, вот я воткнул, у него только один щелчок, все открывается, открывается, и сразу вопросы, какой вопрос, какой том, вот я прохожу, просто, вот вопрос, 1435-й, том 5, это я в университете преподаю, вел занятия в разных университетах, а вопросы дают милиции, в газетах пишут иногда одно, потом другое, так о местном епископе писали, что он буйствует, самодурствует по отношению к священникам, стрывает кресты и рясы, а потом другие люди пишут, что он на самом деле кратчайший человек, ему просто нет равных во всей московской патриархии, его избрал сам патриарх и благословил, чтобы он окормлял такой большой край, как Алтай, так что же есть на самом деле, ну большой вопрос, вот я в него ткнул вот этот, ну щелкнул, как говорят, вот все, это же самый вопрос, который здесь был, теперь он идет соцвета, относительно того, что он сорвал крест отца Павла Ермоленко, из камня на оби, на это, есть живые свидетели тому, это был священник, епископ Максим Дмитриев, сейчас он, в Ельце, в Ельце, в город Елец, там он, а что пишут другие, то и к ним нужно прислушаться, что они имеют в виду, когда говорят, одни то, одно то, что начинают этим эксцессом давать чисто патриархийное объяснение, что все это ложь, что это происки зарубежной церкви, что это враги церкви пишут, одно это объяснение говорит, что защитники епископов лгут и в другом, практически же во всем лицемеритый лгут. Что происходит в епархии, это достойно пира Шекспира, а не место благодати. Слово окормлять так звучно характеризует тех, кто кормится в подручных у архиереев, а они получают на прокорм, прикормленное, а окормляются. Раньше ЦК партии выбирал из шести кандидатур в епископы из самых лояльных к советской власти, то есть самых бескребетных, самых лютых карьеристов и готовых выполнять любое повеление своих хозяев, чего изволитесь. Вот так выбирает сегодня на уже не партия, а сенот, который, по словам отца Глеба Икуина, из пятого отдела КГБ, их агитпункт, когда стали известны их агентурные клички. Вот такого они выберут, чтобы он, как в народе говорят, не в зуб ногой, а вернее, только этим зубодробительством и занимался, как оренбургский Никон прославлен при жизни провонял на весь мир. Год епископа Максима. Вот дальше идет. Да. Дальше идет, это из газеты, из местной взятой. Я просто покажу, откуда это взято. Вот. Редактор газеты Надежда, номер шестой такой-то. Все, пока. Продолжение следует...